всем привет на этом канале время пришло пришло время регулировать клапана вот сегодня будем этим заниматься на этом чудесном двигателе первое что надо сделать для регулировки клапанов надо поставить поршень в верхнюю мертвую точку на такт сжатия ставится элементарно показываю еще раз уже когда-то показывал крутите маховик по ходу пока не начнет сжиматься воздух вот он начал сопротивляться значит воздух сжимается и доводите маховик до метки который обозначает верхнюю мертвую точку он обычно на вентиляторе но я себе для удобства нацарапал на маховике вот моя нацарапанная буковка в ставится напротив вот этого вот черного кожуха вот так вот это у меня верхняя мертвая точка и все можно регулировать при том при регулировке клапану эту верхнюю точку прям до миллиметра высчитывать не надо потому что там туда-сюда пару сантиметров роли для клапанов не играют потому что кулачки все равно стоят жопками и зазор будет правильный вот если регулируете момент впрыска то там надо до миллиметров все выставлять правильно высчитывать а на клапанах туда-сюда можно не высчитывать то есть регулировка клапанов допускает некоторую погрешность установки верхней мертвой точки теперь берем ключик на 13 снимаем крышку клапанов посмотрим что там с клапанами делается их прошлый год по моему не регулировал может регулировал не помню вот либо нет мы посмотрим насколько они сбились за два года так и снимаем потихонечку крышечки тут еще прокладочки должны быть так аккуратно чтобы они не потерялись и не порвать вот эту прокладку которая на самой крышке то есть крышка клапанов тут на крышке клапанов такой штифтик есть с дырочкой это для смазки клапанного механизма вот сюда вот выходит дырочка масло бежит надо всегда продувать эту штуку чтобы она не было забитой потому что если забита то клапана тогда не смазывается не стержни клапанов не пружинки ничего так ну что до клапанного механизма мы добрались проверяем ничего ли у нас не отпустилась все хорошо ничего не сломано не треснуто в принципе все нормально работало зазор на одном клапане есть зазор на втором клапане тоже какой то есть сейчас щупом и померяем но если вы правильно поставили верхнюю мертвую точку то на обоих клапанах должны быть зазоры потому что коленвал можно поставить верхнюю мертвую точку в двух положениях в одном на такте сжатия это вот как сейчас тогда два зазора клапанах можно поставить если на 180 градусов прикрутить не на 180 на 360 круг сделать то получится та же верхняя мертвая точка поршня но только на такте выпуска и тогда оба клапана будут зажаты потому что на такте выпуска идет перекрытие клапанов перекрытие клапанов это когда пускной клапан немножко открыт и выпускной немножко открыт поэтому два клапана будут зажатых так вот таком положении регулировать нельзя потому что сделайте зазоры прокрутите на 360 градусов на так сжатие и у вас будет вот такие на я вот дырка в зазорах то есть абсолютно неправильно отрегулированные клапана вот когда клапана на этом двигатель имеет большой зазор он начинает заводиться в обратную сторону такая специфика этого двигателя поэтому запоминаем что поршень можно поставить по метке верхнюю мертвую точку в двух положениях на такт выпуск на такт сжатия вам надо такт сжатия ни в коем случае не такт выпуска так начнем проверять зазоры зазоры напомню проверяется на холодную то есть когда двигатель холодный на теплый на горячую проверять нельзя потому что при нагревании все детальки расширяются и зазоры правильными не будут так где выпускной где выпускной определяется легко выпускной со стороны выхлопной трубы впускной со стороны соответственно воздушного фильтра тут фиг спутаешь на этом двигатель это нереально так что еще надо проверить не разбиты ли вот эти втулки коромысел так тут есть зазор небольшой с этой стороны немножко больше разбит но в пределах нормы с стороны я уже втулочку менял потому что была разбитая такая что на такой разбитой втулки клапана уже регулировать смысла нету потому что что потому что все равно зазор будет гулять поэтому если сильно разбиты втулки вот эти вот на которые шатается коромысла то их надо менять зазоры какие должны быть на впускном 015 025 на выпускном 025 035 будем ставить золотую серединку на впускном 02 на выпускном 03 вот берем щуп 02 и меряем зазор в отпускном клапане ходит свободно берем щуп 025 вот такой вот и он не должен заходить что делает заходит ну то и зазор немножко большой ради интереса возьмем щуп 03 зайдет или нет заходит ну то есть на впускном клапане зазор слишком большой так на выпускном 03 залетает свободно так что долго не играться 04 это уже вне допуска это уже большой зазор заходит свободно в общем уплыли зазоры на этом двигателе надо регулировать для регулировки откручиваем стопорные гайки вторую и идем за отверткой и теперь подтягиваем регулировочный винтик так чтобы у нас щуп заходил с легким закусыванием это уже нелегко это уже конкретно закусила чуть-чуть отпускаем вот с легким закусыванием и вот так вот контрагаем все вот это зазор правильно отрегулированный щуп заходит с легеньким легеньким закусыванием то есть скользит вроде как и свободно ходят на немножко вроде как его там что-то держит но не сильно все чтобы законтрагать удерживаем отверткой винтик потому что он проворачивается и закручиваем контры гайку сильно не надо оно и так будет держаться и после того как законтрагаете опять проверяем зазор потому что он бывает сбивается так опять перестала закусывать меряем 0.25 зазор не должен ходить он ходит с закусывание пробуем 0.3 это уже вне допуска это уже сильно большой щуп 0.3 не уходит в общем зазор тут правильный потому что зазор 0.15 0.25 но я хочу все-таки 0.2 поставить мне так больше нравится поэтому еще раз по второму кругу отпускаем гайку подкручиваем винтик за что говорю постоянно надо этот винтик удерживать отверткой потому что при законтрагаивании бывает зазор сбивается надо всегда после того как законтрагаили контролировать какой зазор получился потому что на этом деле очень многие прогорают вот теперь легонечко закусывать 0.25 не должен пролезать берем 0.25 и и он не влезает вот теперь зазор правильный и по тому же принципу делаем выпускной клапан вот начало закусывать пробуем контрагаить обычно при законтрагаивании зазор становится немножко больше поэтому тут надо осторожно с этим делом поэтому лично я предпочитаю зазор ставить немножко меньше чем надо пока законтрагаешь как раз получается зазор в допуске потому что если делаешь побольше как многие любят то при законтрагаивании зазор получается фигня проверяем 0.3 с легким закусыванием 0.35 не должен проходить пробуем не проходит все отлично зазоры отрегулированы как видите процедура несложная и делается довольно быстро справится любой никакой проблемы с этим нет но запускать клапана зазоры клапанах не надо потому что неправильные зазоры в это большое горе если клапана будут большой зазор будет заводиться в обратную сторону тяга пропадет на это пол беды хуже если клапана будут зажаты получится то есть зазору нет при нагревании зазор будет уменьшаться потому что это что такое мы устанавливаем это мы устанавливаем тепловой зазор при нагрузке клапана нагревается и от высокой температуры стержень клапана начинает уклиняться и зазор этот выбирается поэтому на выпускном клапане зазор больше на выпускном потому что впускной клапан с воздухом воздух немножко охлаждает, выпускной клапан помывается горящими выхлопными газами, поэтому впускной клапан нагревается больше, значит он расширяется больше, больше удлиняется, там и зазор больше надо ставить обязательно. Так вот если клапана зажаты, то это совсем все плохо. Мало того, что двигатель нормально не работает, пыхкает белым дымом, так еще и есть возможность и все шансы того, что прогорять клапана, то есть тарелки клапана прогорят и тогда это что снимай головку и ее ремонтируй опять же попадали на денежку тоже нехорошо поэтому клапана запускать не надо лучше перед сезоном отрегулировать и все будет хорошо надо сказать что на этих двигателях зазоры клапанах не очень хорошо держится потому что есть двигателя там клапана отрегулировал и они очень долго не выходят из допуска на этот двигатель нет такой тут слишком много свободных зазоров эти зазоры постоянно гуляет поэтому клапана тут надо регулировать почаще ну и все ставим назад крышку клапану у крышки клапана вот эта прокладка которая между крышкой клапану иголокой она имеет определенную толщину и слишком толстая ее ставить не надо потому что перестанет работать декомпрессионный механизм двигатель тогда начнет очень плохо заводится на руку сразу слышно крутишь корбу он вроде как сопротивляется потому что когда декомпрессионный механизм нормально отрегулирован то крутишь корбу и мотор крутится легонечко буквально одним пальцем вот если эта прокладка толстая то тогда клапан выпускной нажимается плохо то есть недостаточно сильно декомпрессионным механизмом воздух не успевает выходить из-под клапана и тогда двигатель начинает сопротивляться плохо его раскручивать ну и надо смотреть вот эту вот выработку на выпускном клапане если выработка тоже сильно большая то такая же история будет надо потом клапан этот или наваривать или менять потому что если тут уже декомпрессор слезал металл то он тоже нормально не выжимается двигатель нормально тогда не запускается вот столько нюансов в этих самых клапанах такие вот дела так мы сегодня регулировку я сделал закрываю сегодня было такое видео ставим лайк кому понравилось кому не понравилось все равно ставим лайк потому что я очень жаден и пишем комментарии кто чего думает по этому поводу эти ноября и и и